Господу помолимся, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, И же везде Сын, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю прииди, вселися вны, И очистины от всяких скверны. И спаси, блажь души наша. Господи Иисусе Христе, Сын Единородный, Безначального Отца, Ты сказал причистыми устами своими, без меня не можете делать ничего. Веруем, Господи, в Твои слова. Помоги нам, сие дело нами начинаемое, в Тебе самом совершить. Не дай нам уклониться, ни направо и ни налево, от истинного понимания смысла слов Писания. Прибудь с нами в этот день. Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, мы продолжаем наше занятие по пособию на Евангелие от Марка. Итак, мы все остановились на том, что искушение Христа в пустыне, после того, как он на него видит, то есть после Богоявления, как раз-таки, явления Христа народу, как бы, после его крещения от Иоанна. Да, и мы подошли уже к, получается, к искушениям Христа. Да, да, вот. И тут вопросы такие ставятся, которые надо найти ответы. А именно... Я вот не помню, мы отвечали на этот вопрос? По поводу... Так, родившийся Дух Святого Христос теперь получает помазание Духа на служение. Лука 4, 18. То есть он, как человек, получает это помазание Духа на служение. И как нам пример. Он, как нам, в пример, крестится, хотя не имеет в этом нужды. Как Бог, он всегда имеет Духа Святого. А как человек, он получает еще это помазание. И нам дает пример, что и мы должны быть помазаны Духом Святым на служение. А без этого невозможно. Не пойдет человек никуда. А если пойдет, то это будет самочинно. И, может быть, даже не от того Духа, как вот мы встречаем. Ну, вот, к примеру, вот был у нас тут Александр Шлоков. Он пришел в храм и стал в храме там кричать на торговцев. И кто его на это помазал? Потом там на улице тоже что-то стал кричать. Да, вот как эта служанка была, которая шла за Павлом и кричала, что, говорит, это служители Божьи. И он, говорит, вознегодовал на нее, говорит, выйди. Замолчи, выйди. И Дух из нее вышел. Хотя, вроде, она говорила правильно. Но говорила это, будучи помазанным, можно сказать, Духом нечистым. Здесь же мы должны понимать, что человек, христианин, должен быть помазан Духом Святым. И все действия, все исходят от Духа Святого. Святые действия, которые он будет делать, должны исходить от Него. Почему и смысл человеческой жизни, цель, стяжание Духа Святого, как выразил Серафим Саровский. И вот тут вопрос, может ли быть Божий слуга обойтись без этого и теперь. То есть без этого промазания. Ну, к примеру, родился ты в верующей семье, папа священник, отправил тебя в семинарию, ты отучился. Ну, или ты там в воскресную школу ходил, знаешь, как, что там делается на богослужении. Ну, и что ты можешь быть служителем Божьим? Гляди, лопнут на выпечи. Можешь быть служителем Божьим от этого? Еще не факт. Ты должен быть помазан Духом Святым. На это служение. Да. Ну, тут я помню, что мы, по-моему, в прошлом занятии, конечно, мы тоже это все затрагивали. Вот, давайте зачитаем вот эти места. Деяние 19.2. Вот, Деяние 10.38. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисус из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Деяние 19.2. Сказал им, приняли ли вы Духа, Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему, мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Человек может уверовать даже во Христа, и не слышать, есть ли Дух Святой, и не знать даже об этом. Он даже может знать по названию от Духа Святого, что да, мы молимся Духа Святого, но не знать по его действию, что такое иметь Духа Святого. А кто Духа Христова не имеет, Дух Христов и Дух Святой – это одно и то же. Тот и не его. Любишь ли ты то, что любит Господь, как определить, есть ли в тебе Дух Святой? Ты любишь все то, что любит Господь, и все, что Господь ненавидит, ты также ненавидишь. Дух – это перекликается, это еще как бы мы понимаем, что Дух Святой – это Личность, третье лицо Святой Троицы. Но выражение Дух еще подразумевает, когда часто пишется Дух, это еще речь об настроении. Ну и когда человек и Дух Святой посещает, то у него святое настроение как бы становится, еще ко всему прочему. Состояние Души Святое. Освещается ум, чувство и желание. Воля, желание и воля – это как бы одно и то же. Без этого Божий слуга обойтись не может. Все будет искусственно, не на своем месте. С другой стороны, он со своей стороны должен оказывать движение. То есть он, это не только со стороны Божьей ход идет, но и со стороны человека. Он произволение свое оказывает. Он должен захотеть это делать, служить Господу. И Дух Святой ему вспомогает в этом. Ну вот и здесь говорится, Матфея, 4 глава, 1 по 11 стих, и Лука, 4 глава, 1 по 13 стих. Обязательно полностью, не спеша прочитать все указанные места. Искушение от дьявола. Вот человек встал. Тут мы говорим о Христе, да, он помазан Духом Святым. И сразу же он идет в пустыню, и там будет подвергнут искушениям. Так и всякий христианин, помазанный Духом Святым. То есть с этого момента игры все заканчиваются. То есть все, что до этого было, это как бы было еще детское состояние. Ну вот я могу себя вспомнить, что и могу все, все, что было со мной до того, когда я уверовал и принял крещение, до того, когда я встретился здесь с братьями, я могу назвать свое состояние как беснование с проблесками света. Если я ходил, ну, что-то читал, и все это были игры для меня какие-то. И это все было как бы несерьезно на самом деле. По-серьезному началось только сейчас, когда я уже уверовал и принял истинное крещение. И серьезные искушения, и серьезные задачи, и цели поставлены Богом. Так вот, Христос был Духом, и тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от дьявола. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал. И переступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ. Написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, «Ангел своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не предкнешься, о камень ногою твоей». И приткнешься. Иисус сказал ему, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». И Лука также описывает эти события, но там чуть-чуть последовательность другая. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма. И сказал ему, «Если ты, Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не прикнешься камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молванием по всей окрестной стране. Итак, видите, как бы три рода искушения. Получается, одно первое искушение чревом через еда, чрезмерное. Притом, что такого, да, вроде как хлеб. Ну, как вот толкователь говорит, он говорит, не хлеб, а хлебы. То есть, преизбыт больше, чем нужно, сделай. Да и дело даже не в этом, должно было ведь 40 дней пройти. Он не должен был есть до этого времени. То есть, и не вовремя поступать по воле сатане, сатаны, тем более, никак. В этом заключается, то есть, все искушения, все, что связано с чревом и из этого вытекающее. То есть, в этих трех искушениях собраны все искушения в мире, которые делает дьявол. Чрево. Второе. Чеславие. То есть, он его поставил. То есть, это получается... Ну, если по Луке брать, да, второе, это... На вершине храма. На вершине горы, да, показал все царства мира. Это чеславие. Всю славу их. Ну, и третье. Это получается... Третье. К чему можно отнести, братья? Вот то, что он ему сказал, бросься с горы. К какому виду искушения? К виду греха, который приводит. Ну, понятно, да, тут это самоубийство было бы. Но другое название. То есть, самонадеянность вот это. Это чеславие? Да, а тогда все царства мира, это гордость? Нет, еще сребролюбие есть. Да, 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 сребролюбие, все. Точно. Благодарю. Все на место, я тут что-то запутался. То есть, показал все царства мира, да, да, да. Владение всем этим. Брат, надо вспоминать сразу толкование, когда блаженный Ферфилакт рассказывает, что по времени у человека, на человека действуют различные искушения. И вот первое там идет, когда молодость, помнишь, это похотение, там все это. Потом идет там тщеславие, а последнее, ну, вернее, это потом сребролюбие, а потом власть, то есть тщеславие. По времени вот так действие такое. Ну, а в слое Божьем вот разброс такой. Вот это вот похотение, вот то, что человек не может устоять, вот то, что здесь хлеб он ему дал, понятно, если бы это было в другом месте, он бы что-то, нечто ему другое предложил. Ну, сами понимаете. Но хлеб, еда, оно все равно выше, поэтому больше охота есть. Когда человек голодный, ему уже не до чего там. Дай только поесть. А потом дальше уже, ну, то есть, если, допустим, ты голодный, то дайте мне хотя бы сухарь какой-то там зачерстелый. А к сухарю бы желательно воду, чтобы замочить его. Ну, а к этому всему маслица бы еще капнуть чуть-чуть, чтобы хорошо пошло. А к маслицу можно немножко там, ну, какой-нибудь рыбы там или мяса. А к мясу венца. А к венцу уже, ну, понятно, что. Да? Да. Понятно? Понятно, понятно, зачем. Ну, самый большой грех, который мытарство, который проводится, это блуд. То есть, вот этого к мясу, к венцу. То есть, вот так вот мы выходим на то, что он дал Господу хлеб. Он сказал, нет, не хлебом единым. Жив человек. Вот так. Ну, то есть, он отвращает нас от похотения, Господь. Это по молодости, как бы. Дальше уже идет молодость, когда человек, может быть, тщеславие, а потом сребролюбие уже к старости. Скорее всего, так вот. Скупой рыцарь нам больше показывает. Так что Господь все правильно, вот прям как вот. Ну, как неправильно, как положено, нам все показал здесь. То есть, похотение, потом тщеславие и потом сребролюбие. Помните, скупой рыцарь, как он этого сына довел своего, что он уже на него начал кричать там, требовать с ним даже дуэли. И в конечном итоге сердечко не выдержало отца, неблагодарный сын. А сам накопил этих сундуков, причем не чисто накапливал-то. Как он над золотым-то сидел, который говорит, о, вдова пришла, детишек привела. И вот этот я золотой у него выбивал. Стояла целый день там до вечера у меня на коленях, говорила, нету ничего. И все-таки я выжил из нее его. Такой довольный смеется. Кто не видел, посмотрите, скупой рыцарь. Это маленькие трагедии называется фильм. Очень будете поражены тем, кем мы можем стать. Можно мне немножечко? Вот ставит вопрос Феофилакт, вопрос Златоуста. Вопрос заключается в следующем, как раз к этой теме. Но что за грех было предотвратить камни в хлебы? И вот ответ. Нет, знай, что послушаться дьявола, чем это не было, грех. Благодарю, Петр, да. У вас голос, говорю, так этот, что плохо слышно людям. И он прям свистит. Поэтому вы пишите в следующий раз, и я буду выражать ваши слова так. Чтобы вы не напрягались, и другие просто тоже было слышно. Да. Послушать дьявола грех в любом моменте. Как и правильно еще сказал. То есть он в начальном этапе, в конечном, это не важно. Грубость греха не вяжет. Даже, может быть, даже и правильно дьявол скажет, но не вовремя. И тоже принять от него будет эту мысль. Грех. Он может тебе говорить, дьявол тебе может сказать, прости, да прости, да примиритесь вы с ним, и все. Примиритесь. То есть какой-то хулитель, какой-то, допустим, да, хулитель Божий, противник благовестия, противник Христов, тебя хулит, а тебе твои близкие братья и сестры подходят и говорят, ну, примирись, что-то скажи, ну, может быть, ты в чем-то неправ. Ну, они неправы, и ты в чем-то неправ. Примиритесь. Ну, ясно дело, что дьявол подходит тебе под этими братьями и сестрами и говорит, стоит тебе только согласиться на эти мысли, то ты мгновенно отречешься от всего божественного, что тебе было до этого дано. В таком случае. Потому что надо знать, когда и что, с рассуждением, чтобы не принять на себя то, что к тебе не относится. Если, допустим, ты, говорит, вот ты блудник, то ты можешь согласиться, потому что ты где-то мысль, я, допустим, допустил я где-то мысли, посмотрел нечистым взглядом, да, я могу сказать, да, я блудник. Вот, ну, все, в мыслях, ты или ты убийца, ты можешь согласиться, но где там все, что касается, особенно дел божьих, благовестия, ереси, догматов, правильности исповедания, здесь не может быть примирения на основании просто каких-то там обвинений там или еще кого-то. То есть от дьявола нельзя принимать никакие мысли, даже как бы они не выглядели хорошо. Через кого бы они не было, даже не приходили. Вот здесь и вопрос. А как определить, какие мысли от дьявола? Вот об этом-то мы до этого и говорили. Помазание Духа Святого. Раз, это можно сюда отнести, да. В Духе Святом человек отличает, что не в Духе Святом, а то, что ему не соответствует. И второе, конечно же, должно быть все связано по Писанию, то есть в соответствии со Словом Божьим. Третье еще можно сказать по общему совету опытных, то есть Духовного Отца, братьев в молитве. Опыт может подсказывать. Ну, я бы хотел сказать, в общем, словом зло. Вот, отец, зла, это сатана. И он лжец, и у человека убийца изначально. И вот ты смотри внимательно, что служит к тому, чтобы как можно быстрее человека, из человека сделать какой-то позор, то есть его уничижить, уничтожить и потом добить. То есть ненависть к человеку как-то допустить. Вот в этом вот смотри, вот внимательно смотри. Вот сейчас два народа бьются. Внимательно смотри на один народ, внимательно на другой народ. Кто что делает. И смотри, где действует сатана, как он действует, а где еще действует Господь, добро делает какое-то. Потому что всегда-всегда мы видим, что есть такое. И когда к тебе подходит тоже кого-то оболгать, о ком-то что-то нужно передать. Кто-то что-то передал тебе, и тебе тоже хочется кому-то это рассказать, а вот там. А Господь говорит, не судите, не будете судимы. Вот здесь вот уже надо остановиться. И не судить никого. То есть даже мы говорим, когда о священниках, нас очень за это не просто не любят, ненавидят просто. А мы о священниках не говорим, мы не судим священников, ни одного. Вот я за всю свою жизнь, хоть мне и говорят, что ты там злой и так далее. Даже я в ней странный. Ты осуждаешь священников? Как я их, чем осуждаю? Я иногда начинаю понимать, почему. Вот смотрел тут, как Игнат Тихоновича, они поносят просто. Учение какое-то ему предполагают и так далее. И сами говорят, что канонов нету церковных. Канонов церковных нету. То есть, а я все время говорю о церковных канонах, что каноны надо исполнить. Звук пропал. Да нет, есть вроде. Нет, нет, все, все, простите, это у меня сеть. Каноны надо исполнять. Я только повторяю то, что написано в Слове Божьем, и больше ничего, и каноны сами. А они уже ярятся за этого. Ну так тут, извините, конечно, тут можно обо мне что хочешь подумать. Если сами священники, а я думаю, там есть и митрополиты, и старшие рангом, и епископы, они говорят, что каноны не нужны, они уже устарели. Главное общение между нами. Вот мы глаза друг к другу смотрим, ты священник, я митрополит или епископ, и мы вот общаемся здесь, вот служение проводим, вот наше паства, наше паства, и тогда все правильно происходит. А каноны начинаешь подключать, что попало получается. Поэтому мы тут лучше уже как-нибудь без канонов. То есть, это предания старцев идут. Предания старцев. И я просто беру слово Божие, беру предания старцев, беру слова Христа об этом, и показываю им, и говорю, чем все закончилось. Полным поражением, проклятием от Господа дома Израилева. Отныне оставляется дом ваш пуст. И Игнат Иванович таким путем приблизительно идет и говорит им, скоро придет погибель вашему дому. Скоро придет погибель. Конечно, они думают, что разговор идет об их проклятии, ну и я же проклинаю, кто я такой. Да не приведи Господи, чтобы я участвовал в таком. Если Господь поставит меня свидетелем потом там на том судище, то, ну, конечно, я исполню свой долг. А сейчас я не буду проклинать. Я еще не в тех правах. Всякий рожден от Бога не делает греха, потому что всеми его пребывают в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Это нас остановит от всякого греха. Ну и плюс водительство Духом Святым. Если мы его чувствуем, то, соответственно, не сможем нарушить чего-либо. Да, Иосиф прекрасный сказал своим братьям, братья, я боюсь Бога, меня можете не бояться. Меня никто может не бояться, я боюсь Бога, слава Христу. Прошу молить об этом, чтобы всегда бояться мне Бога, а я буду за вас молиться. Кто не знает, что такое страх Божий, прошу вас, быстрее начинайте читать Слово Божие. О страхе Божьем найдите местописание. Когда Петр еще назывался учеником Христа, он подошел к Господу и говорит, «Господи, зачем тебе туда идти? Не надо, тебя убьют». На что Господь сказал, «Отойди от меня, сатана». Вот здесь нужно внимательно посмотреть, посмотреть как раз о том вопросе, как различить от сатаны это или от Бога. Что сказал Господь и что говорил непоразумением своему ученик в то время. Вот здесь разобраться можно самому и можно уже находить отличия. Что божественное, а что от мира идет. Вот в этом тоже усматривается ключик. Вот здесь я еще по поводу искушения дьявола. Комментарий Игнатия Тихоновича. В ответах я его находил. Вот я прочитаю. Почему дьявол требовал от Христа именно поклонения, а не какой-то другой формы признания? Первоначальные амбиции падшего Херувима были стать подобным Всевышнему. Не кланяться ему на небе еще. Потерпев поражение, сатана окончательно потерял прежнее место осеняющего и светлого слуги, раба. Теперь он претендует под залог добиться неравенства, а поклонения Сына Божия, которому и он и вынужден был поклоняться некогда. Которому и он вынужден. Евреи 1.6. Так же, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. То есть это сам Херувим, он поклонялся Сыну Божию. Христос пришел спасти мир, пролить за этот погрязший в пороках мир свою причистую кровь. 1 Иоанн 1.29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Противник Божий, возмечтавший стать господином Вселенной и предметом поклонения всех ангелов, добился немалого за эти примерно 5538 лет на земле. «Он ввел идолопоклонство, то есть поклонение и жертвоприношение бесам под образом поклонения людям или идолам». 1 Коринфянам 10.20. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Христу надлежало умереть за грехи людей на позорном древе, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Галатам 3.13. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, «Проклят всяк, висящий на древе». И вот теперь дьявол предлагает под залог эту сделку. «Тебе не нужно будет умирать за этот мир, если ты поклонишься мне. Я отдам тебе этот мир, принадлежавший мне, ибо он служит мне». Здесь падший Херувим претендует быть не только равным Богу, но и выше своего Господина. Христос отвергает это искушение словами Священного Писания, в котором есть непонятная для смертных сила, которой дьявол не может противостать и отходит от своего Создателя Христа. Сделка под залог, так называемую долгосрочную программу дьявола по выполнению, невыполнению своего лживого обещания, покорить грешников под ноги Христа. Отдавать мир Христу? Какой мир? Не грешников же решил дьявол отдавать Богу, святому и чистому. За столь великую цену признание дьявола господином, ибо кланяются не рабу, а господину, не мог же отдавать то, что Бог уничтожает. Столкнуть в пропасть человека дьяволу не представляло никакого труда, но чтобы возвести падшего Адама в его первозданное райское состояние, нужно было, не нарушая свободу человека, умереть за Него Сыну Божью и Духом Святым принести добровольное человечество к покаянию и к желанию служить Богу и одному Богу. Падший, поклонись сейчас, а мир этот, видимый тобою, во мгновение ока тебе отдам потом, когда-то. Пока поклонись, веря моему дьявольскому слову. Залог явно был невыполним, как и построение коммунизма коммунистами. Жестокий, коварный дух в своем надменной мудрости, своей надменной, обещает вовеки невыполнимое. Про противника Божьего можно сказать, Ио 22,6. Верно ты брал залоги от братьев твоих, ни за что. И с полу ноги снимал одежду. Из Икиля 18,12. Бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость. Вот такой комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Ответ. Ну это, тут это такой очень глубокий уже разбор тут. как бы у меня только не вместилось, брат. Это много раз прочитать надо. В том плане не вместилось, что сатана, он же не знал до последнего, Господь это или нет. То, что он праведников всех хочет подогнуть под себя, чтобы они кланялись, это понятно. Но именно когда он ко Христу подходит, и до последнего момента он же не знает, что это Господь. Он не знал, он ли и не он. Ну да. Вот то есть, и он тоже думал, и может быть и не он. И вот к нему... Он догадывался. Он догадывался, да. И к нему предлагает вопросы, как к нему. В данном случае мы видим. Но это здесь Игнатий Тихонович даст более... Это все-таки он автор. Я тут сам еще до конца не дошел, я скажу. Читаю уже какой раз и понимаю, что надо глубже знать что-то. Можно я скажу тоже поикнуть. Да. Сатана, он в своем высокомерии он искушал и Иова. И здесь появился один из праведников, с которым он решил схватиться. Я вот так вот могу только предположить. Если я Иова пытался склонить и нашел разные способы, и друзей его подвел, и они его смущали, и жена его смущала, и в конце концов он с чем-то согласился, но с этим-то я справлюсь. Дай-ка я вот этот один приемчик, второй приемчик, третий, и ничего у него не получилось. Ну вот так вот мои вот такие для меня более понятные вот такие здесь, здесь знаете, в чем надо иметь в виду, что дьявол знал, что придет некто, кто спасет человека, он знал же, пророчество-то все знал, он знал, что должен явиться кто-то, кто спасет человека. То есть семя жены сотрет главу змея. Вот. И он знал, и он предлагал, он предлагал, то есть он понял, что это тот вот именно вот этот человек, вот этот, и он ему предлагал решение этого вопроса, что я год тебе все отдам, и так, ты только мне поклонись, то есть спасать человека, человечество, ты должен спасти. Я тебе отдаю его всего, а ты только мне поклонись. Я тебе отдам. Как бы вот этот залог лживый он ему дает то есть он-то знал, что спасение будет заключено в нем, вот в этом человеке братья задавать вопрос ну задам вопрос, ладно почему именно сатана подходит ко Христу в этой пустыне по какой причине он ко всем подходит или он все-таки какой-то критерий есть, ну как бы так сказать вот большая граница есть огромная граница там протяженностью 10 тысяч километров, войск не хватает и вот нам по всей границе как-то расставить отряды или какое-то направление вычислить и туда прям поставить целую армию и потом перехватить противника вот, понятно, непонятно вот, как поступает сатана он отряды расставляет или он знает где искать но мне кажется все силы его, сам он сидит люди, то есть и так в его власти находятся и вот он приступает тем, кто как раз таки не подчиняется ему то есть к праведнику с особым искушением ну а он этого праведника как нашел-то вычислил он должен был его вычислить у него какие-то критерии есть или нет а? я думаю то, что он видел как он родился можно я скажу тогда уже я понял ну да, давай-давай сразу брат тут еще тут Александр тоже вижу дело все в том, что он постился 40 дней таких людей было всего двое ну Ездр постился 21 день но он вкушал кое-что там цветы там вкушал раступил только двое 40 дней постились вы мне скажете, кто они давайте говорите только ты не говори, брат, ты знаешь хорошо и код тоже не говорите и он проводил быстрее говорите просто и все Моисей, Моисей, Илья ну все, больше никого же не назовете и теперь еще появляется ну Моисей, Илья были Моисей 1500 лет назад ну там 1540 ну кто как это уже ищет Илья сколько лет назад был? кто скажет? 700 примерно Илья, сколько лет назад был? ну брат говорит 700 примерно сколько сотен лет? 700 примерно говорит брат 700 помочь немного ну пойдет, ладно то есть 700 и теперь через то есть 800 лет видите почти по 800 лет получается был Моисей потом какое-то время проходит 800 лет приблизительно Илья и 800 лет проходит и Христос ну я думаю ему было зачем подойти к этому человеку через 40 дней есть такой маленький ролик и вот как Христос прям прям изможденный обгоревший весь и вот он по пустыне идет и падает прямо так в изнеможении и вдруг чувствует кто-то на него смотрит он так поворачивается поворачивается и стоит сатана перед ним в образе человека того как бедуин такой такие вот такой это накидки и начинает ему внушать все как бы как бы призрачно все это поставляет его там я хреб бросает ему камень сделай это камнем и Христос отвечает на все ну постановка такая интересная не знаю видел там недавнешняя совсем называется дьявол Иисус искушаем дьяволом в пустыне 40 дней он подкрался к нему он увидел что он не умирает он не сдается и он давно таких не было и он просто он именно смотрел вот за такими людьми которые неординарные в духовном делании понятно и за пророками он наблюдал он их убивал естественно выпрашивал Господа чтобы убить или как-то уничижить и так далее какими-то физическими действиями именно а Христос сам себя доводит до самоубийства практически ничего себе в пустыне под таким палящим солнцем 40 дней ноисей ноисей там ходил в прохладе был на горе илья шел по каким-то кустарникам и так далее тоже где-то проходил по людным местам старался прокладываться он по долинам где-то шел потому что он же в Дамаск шел в Сидон напротив берег моря 40 дней продвигался у него какая-то цель была а Господь ведется Духом Святым на великий подвиг подготовления вот это подготовление 40 дней ничего не есть не пить надо наоборот там как бы физические упражнения делать а духовное подготовление оказывается очень и он потом сказал что только постом и молитвой изгоняется сатана он сам прошел это всякую правду надлежит исполнить сатана конечно заинтересовался вот так все ну то есть да сатана видел по саму вот этой по этой жизни его и по вот даже по этому посту что этот человек на котором особенно миссия Божия будет возложена однозначно потому что и на Моисея Моисей говорит пророк придет как меня как я его слушайте и Илья это все особые люди эти события можно приблизить и к нам тоже что сатана искушает тоже через болезнь нас там двояка конечно и от Бога есть кстати вот из уже новозаветных в житиях святых один святой там 70 дней постился кто помнит его как зовут 7 изменений ел не пил кстати то что я говорил это толкование златоуста я не помню как зовут я хотел сказать что интересно что сегодня как радуется сатана когда люди называющие себя православными не не соблюдают пост и как радостно нам тем которые соблюдают пост потому что Господь не попускает сатане на нас нападать он наоборот видя нашу ревность как мы подвязаемся с его помощью соблюдаем посты он нас ограждает от этого это прямо можно наблюдать нападать то может и нападать но одерживать победу он дает итак за самыми блаженными часами нашей жизни могут следовать времена самого тяжелого искушения самые блаженные часы нашей жизни это человеку веровал принял принятие истинного крещения вход в церковь он выходит из воды святой безгрешный дьявол уже тут как тут это еще брат можно дополнить еще блаженные часы бывают дни когда ты на благовестие после благовестия Господь такую обильную благодать дает просто парить в душе да так ну вот мы дальше уже ответили да отвечали на эти вопросы почему искушение последовало вскоре за крещением какова связь зачем христу надлежало быть искушенным вот почему искушение последовал вскоре за крещением мы на прошлом занятии это проходили часть мы говорили частью оба то есть то есть есть здесь речь о христе какая связь искушение и крещение но есть у меня господь В полной правде и истине. А это что? Это новое очищение людей. То есть какое? Духовное. Иоанн Креститель пытался им объяснить, что вы должны покаяться, стези, сделать прямыми долы, холмы понизить, долы выпрямить и так далее. То есть, чтобы легко вам подойти к покаянию, и потом, когда придет Спаситель, вы должны будете найти его и принять. Нужно покаяться, что мы неправильно живем. Это вот как раз говорится о крещении, о рождении свыше. Но это будет только тогда, когда идет тот, который идет за мной. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. То есть я думаю, что поэтому тут никто уже не дожидался. Господь сам стремился в эту пустыню исполнить свой долг перед Богом Отцом. Благодарю. Да, вот тут напомнили. Паисий Великий в 70 дней считается, что постился, не ел, не пил вообще. Этот рекорд еще никто не перекрывал. Ну, может быть, йоги какие-нибудь в Тибете. И то. Сомнительно. Так, я хочу сказать сразу, пояснить за эти 70 дней. Очень хорошо, что он не пил, не ел 70 дней. Мы говорим о тех временах, а не сегодняшних. Поэтому, если я тут какое-то недоумение в вас ввел, вы меня простите. Я говорил о тех людях, которые по Писанию живут. А которым сейчас Господь силы дает, они, может, и погоду там постились, просто мы их не знаем. Они высохли и все. Вот откопали же там одного. Да, я говорю до Христа, конечно. В нашем сейчас, мы говорим о Христе конкретно. Поэтому вы нас не надо смущать, куда-то уводить. Но то, что я сказал, то сказал. Вы об этом запомните это крепко. А вы запомните все, что Паисий Великий постился 70 дней. Это нормально. Хорошо. Братья говорят, рекорд. Можно мне немножечко здесь много писать? Я кратко расскажу. Петр Яковлевич, вас очень плохо слышно. У вас голос и вам напрягать. Вы напишите мне просто, печатайте. Невозможно слушать. Невозможно голос таким образом. И вам это сильно напрягает вас. И слушать людям. То есть в старший возраст вообще уже не слышат. Просто жужжание одно, шипение. Каждый раз уже говорили. Напишите, я скажу. Спасибо. Какова же связь-то все-таки? Крещение и искушение. Вот так вот, если кратко выразить. Почему искушение последует вскоре за крещением? Спасибо. Человек, который уверовал и его допускает до крещения. И он дает слово, можно сказать, верности, отрекаясь от сатаны и всех дел его. Но когда он вступает в новую жизнь, в новую жизнь вступает, еще старые привычки, они еще где-то остаются и еще заложены, где-то как бы закрыты, как тины закрываются. И со временем они вскрываются. С помощью Божьей все исправляется. Но вот эти моменты, вот эти моменты, они в человеке проявляются. И сатана как раз направляет на воспоминания старые. Ну, а человек, который хочет отказаться и собрался отказаться и жить по-новому, жить по-новому и не делать этого. И часто бывает, что вот случаются такие искушения. Брат, я еще хотел добавить, я так понял, что ты не понял, что я хотел сказать. Я хочу тогда добавить еще одно толкование, которое есть. К воскресению Христова оно относится. Вот во сколько у нас начинается празднование Пасхи? То есть, когда Христос воскрес? Сколько по времени? Одна минута, полминуты, пять минут, час? Сколько нужно ждать после двенадцати? Вот он воскрес. И Златоуст, по-моему, сразу же начинается. Златоуст говорит. Он сразу, вот он так спешил воскреснуть, что там мгновения прошли после нужного часа там этого. И он воскрес. Поэтому, когда пришли, там уже все, никого нету. Все, он уже действует. Христос уже спасает всех, все. И поэтому я теперь перевожу на крещение. Он поэтому так быстро идет к пустыню. Потому что начинается спасительный путь ко спасению людей. Он очень торопится некогда заниматься чем-то другим. Ему нужно теперь пройти всю правду, как он сказал ему крестителю. И одна из них заключается, он тоже должен обладать Духом Святым. А как это сделать? Только чтобы родиться свыше до конца. Только ему пришлось так паститься, а нам попроще. И мы поэтому не понимаем многое. Ну, есть такие у нас люди ревностные, которые прям спешат креститься. Жаль, что после этого многие из них отпадают. А так бы можно было сказать. Вот, вот эта вот ревность, вот только спешат креститься, значит, вот оно и показывает, что человек жаждет жизни по вере новой. Ну, к сожалению, это не так. Ну, у Христа, я думаю, что это было именно так. Он спешил, потому что чаяния людей столько ждали. И главное, что его никто-то не ждет. Его никто не ждет. Никто не знает, что это он. Никто не понимает этого, кроме Иоанна Крестителя. Который стоит в недоумении просто. И после этого, когда пришли, он говорит, ну, мне надо умоляться, ему возрастать. А никто не понимает опять, что он говорит, потому что Иоанн Креститель был духовный, первый духовный человек. А можно сказать, родился свыше в тех же водах крещения, стоя рядом с Господом Иисусом Христом, хоть и не погружался. Ну, вот так. Можно еще дополнить насчет поста? Дело в том, что пост, когда ты строго постишься без еды, без питья, он дает бодрость твоей душе. Например, сутки, попастился хотя бы одни сутки. Вот особенно, вот даже простой пример, вот, сочельник, да? То есть, попастился с утра до вечера. И все, и ты потом поел. Обычно после еды, там, немножко на сон начинает склонять. А тут поел, как раз, никуда ушло просто. У тебя такая же бодрость остается. И плюс, сон меньше подходит. Бодрость. А если попастился 40 дней, например, или там, ну, хотя бы неделю, там, больше. Я, конечно, так не постился. Ну, думаю, что вот, и вот такую бодрость дает тебе, то есть, на многие дни. Духовно, а не словно. Ну, я от себя скажу, что, вот я постился, там, неделю, да? Вот у меня на пятый день увеличивается объем информации, которую ты можешь себе запихать в голову за один день. И сохраняется она, что, то есть, у тебя память лучше гораздо становится. Видать, там, связи, все эти нейроны. Все это утончается, как бы, от всего ненужного. Поэтому это, да, это, конечно. И ты только благодаришь, думаешь, Господи, как благодарен я за то, что ты назначил эти посты, церковь. То есть, да, они не евангельские, три поста. Но мне, вот действительно, как раз прям, я, что бы я делал без них, не знаю. Так, ну, я понял, Игорь Владимирович. Меня это полностью удовлетворяет ответ. Относительно, если мы это относим ко Христу, да, именно так. Я именно ко Христу, поэтому то, что там брат до этого говорил, какой-то человек и так далее, ну, может быть, там что-то где-то есть. А мы говорим о Христе. Он не стал погружать Иоанна Крестителя, а погрузился сам и говорит, так нам надлежит исполнить всякую правду. А под правдой мы многое можем теперь определить истиной Христовой. Божией, Божией. Так, все это определилось. Дело все в том, что Богу Отцу не надо было идти в пустыню. Он никак не мог пойти. Должен был пойти только Сын, чтобы Дух Святой начал помогать ему. Вот такие разделения. Представит Троица и была разделена вот на такие разные события. Поэтому, когда сказали, что исходит от Отца Дух, то святые признали это и все. От Отца Исходящего. Почему? Ну, а Христос идет и получает Духа Святого. И мы читаем местописание. Действительно, Дух Божий на мне там помазал меня и так далее. То есть, ну, вот так. Сейчас брат сказал, и у меня прям молния в голове возникла. Христос, если бы современную теорию взять, как у нас люди крещение принимают, то он должен был бы сказать Яну крестить и подойти к нему и сказать, все, все, давай, теперь я буду всех крестить. Благодарю тебя. Сейчас будем всех крестить. А он не так делает. Он крестился и тут же пошел на проповедь. А так-то он мог стать вместо него и сказать, все, все, теперь я всех буду крестить. Давай. И свободен. А он пошел на проповедь. То есть, первое, это услышать Слово Божие, потом покаяться, потом креститься. То есть, он занялся главным. Пошел готовиться к проповеди. Да. Служению. Но он занялся главным. Он не стал крестить. Он занялся главным проповедью. Устремился туда. Да, как человечество его ожидало и само не понимало, чего ожидало. Он только знал, что они его ждут. А они сами-то ждали-то своего, кого они представляли. И вот эта тягость вот этого его была. Как бы я хотел, чтобы этот огонь быстрее бы разгорелся. Дух Святой, чтобы сошел. И все поняли, вот ученики его поняли, чтобы они стали такими же, как и он. То есть, те же чувствования имели, как и он имел. Братья, можно тут еще сказать? Что-то у меня такая мысль родилась. Ну, не знаю. Да, да, уже сейчас только краткое уже время. Да, не слышал нигде. Господь на себя вот эту всю нечисть вражию. Когда он начал поститься, он на себя ее взял, чтобы легче было потом апостолам принять его. Ну, вот так вот. Раз там сам сатана был, почему бы тьмам не быть там? Самого сильного. Так, время 15.01 по-нашему, по-московскому. Игнатий Тихонович на связи, может отвечать на вопросы. Пожалуйста, задавайте. Так, Игнатий Тихонович. Да. Картинка у меня что-то висит. Слышно меня? Слышно, слышно, но картинка у меня почему-то висит. Ну, подожди. Или только у меня? Ну, а так, так, слышу, видно так? Вот, видно, видно, все. Светло, я могу свет сильно убрать, а то... Нормально. Вы, если вам свет не мешает... Не, не мешает. Я слушаю. Игнатий Тихонович, В одном месте, Господь говорит, любить врагов своих даже. А в другом, вот он говорит, брат, если согрешил против тебя, пойди, обличи его между тобой и одним, и так далее. И в итоге, если не послушает, то будет тебе как мэтр и язычник. Что это значит, как мэтр и язычник, если надо врагов даже любить? Вячеслав, давай, переводи. Господь в одном месте говорит, любите врагов ваших. А в другом месте говорит, что если согрешит против тебя брат, то, говорит, выговори ему. Если покаяться, прости. А если послушает, если не послушает тебя, то будет тебе как язычник и мытарь. Вот, а как же любить тогда его? Ну, в этом выключается любовь. Тут вопроса-то никакого нет. Кого люблю, того наказываю, говорит Господь. Вот у меня, Господь меня посетил, допустим, чем-то, что-то заболело. А вчера я даже нужды не делал, прыгал. А сегодня движу не так. А почему? Бог знает, пока не открыто. Так и здесь. Это три этажа. Не слушается. На второй этаж. Второй, двух, трех возьми. Не слушает собранию третий этаж. А если нет, все. Куда хочет, туда идет. Он мне ни друг, ни брат. Любовь отверг. Его же звали на примирение. А он не пошел. В этом до конца является любовь. А дальше не надо. Уже начинается развращение. Я вот сейчас письмо готовлю для Рахили. Я толком-то не понял, что получилось. У нее было такое. Однажды она там потеряет какие-то. А потом смирилась. Ну не знаю как. Сейчас Володю расспрашиваю, он все говорит. Будто бы ей сделали... Она что-то где-то встряла в разговор. И правильно нет. А потом я брат Игорь Владимирович сделал замещание или что там было. А она... Ну что-то как-то и там запечатали ее. Так или нет? Нет, было немножко не так, Игнатий Тихонович. Во время разговора... Сейчас я скажу. Во время разговора, во время разговора вдруг она влезла в разговор и в возбужденном состоянии начала требовать объяснения. Это что, собрание или же что-то еще? Но брат Вячеслав ее сразу отключил и, по-моему, как правильно сказать, вывел ее. А она обиделась и ушла. Вот так было. Она не права. Вы сделали все по закону. Ну дальше-то надо что-то делать. Яна, она там где-то отзывы уже как-то давала. Я пока пишу и до конца узнаю, как. Что не надо было ей выставлять. Как, не рассчитала силы свои. Тем более, если братья говорят, женский голос там не должен звучать. Она же после этого покаялась там, прям и написала в чате, Вячеслав, ты правильно все сделал. Я выйду, подумаю там над своим поведением. Что-то такое. Вот так она... Какие у нее претензии? Да, молиться надо сейчас, чтобы Господь ей показал. Я ей написал, вот, отвергнись себя. Ты это не сделала, а это еще не со Христом. Я пишу ей. Потому что отвергнись самого себя, рассобщи свое я. Это только первый шаг ко Христу. Но не со Христом. Со Христом, когда ты себя растоптал, ему место даешь. Отвергнись. Возьми свое я и выбрось. Я его не знаю, это свое я. Оно мне надоело, оно меня замучило. Потерявки, когда были, она там резала морковку и толстый слой как-то снимала. Я экономлю так. Я зашел и сказал, что вы не экономно делаете. И она разобиделась прямо ужасно как было. Но я ничего не делал, только молился. И она примирилась потом. Мне нравилось, как она читает. Я ей сказал, об этом у нее чистый русский разговор. Даже никаких акцентов нет. Голос такой чистый. Вот как же так? Бросила она сна тебе. Я с ней переписывался, Игнать Тихонович. Вот сейчас зачитаю. То, что она сказала. Чтобы вам немножко картину разъяснить. Я смотрел, там как схема поставлена. Слева она говорит, а справа там кто-то еще. Мы уже смотрели с Володей. Ладно, оставим эту тему. Еще не молились как следует. Я слушаю, говорите. Материалы сегодня. Разрешите? Да, да, говорите. Вот Иисус спастился 40 дней и на 20-й день приступил к нему одеял. Почему именно? Он не раньше приступил к нему искушать. А вот уже, когда он совсем был изнеможденный, уже под конец поста, можно сказать. Спрашивает, почему дьявол приступил ко Христу именно уже под конец поста? Кого под конец жизни его? Нет, под конец поста. Ну, так видишь, он ослабел. И поэтому он легко пойдет на то, чтобы камень сделать хлебом. Так он затребовал-то пекарню целую, не камень, а камни. И Господь прямо ему не отвечает. А говорит, в Писании написано. Вот образец. Всегда нужно говорить, так написано. И он отступил. Все. А что ему принадлежат все царства? Ну, что он показал, неизвестно. Или он солгал это дело, или эти царства никому не нужны. Последний вопрос непонятен. А то, главное, по-славянски, когда считается это, и он, дьявол, по-церковно-славянски говорит, бросься вниз, а остальное. А то это сакральный язык. И вот вроде враг боится. А возьмите Библию-то на церковно-славянском. Там дьявол-то по-церковно-славянски разговаривает. Вот почему. И он до конца не знал, он или не он. Если ты сын Божий. Если. Потому что это называется тайна. Тайна воплощения Иисуса. Тайна проявления любви. Жертву единородного. И он от человека, с человеком воплотится. Как это может быть? Он никак не знал этого. Это нигде не сказано было. Почему Иоанн говорил, не достойно развязать ремень и обуви. Обувь. И это завязки, которые из кожи мертв. Он не знал даже Иоанн Креститель. Что будет за смертью Христа. Ремень. То есть малейшие узлы. Узлы это тайна завязанная. Я не могу развязать. А уж про Сатурну и говорить не надо. Он не понимал. А когда уже понял, уже поздно. Когда стал крещать, садись за креста. Потому что впервые смерть была неоправдана. Возмездие за грех смерть. Смерть пришла, а греха нет. Слушаю дальше. При крещении Бога, когда не зашел Святой Дух на Бога. И когда раздался глаз Божий, что это Сын Мой возлюбленный. То есть указал именно на Иисуса Христа, что это Сын Божий. Но это не говорит Сын Божий. Сынами Божьими назывались все люди. Нет, это не дало ему откровения. Сыны Божьи. Между ними пристал Сатана. Считаем. И у Иоа везде говорится это. Ничего он не знал. Не сказано там, что это Сын Мой возлюбленный. Ну и что, Сын возлюбленный? Нет, ну просто постановка вопроса. Ну я на вопрос отвечаю, как где-то. Человек, Сын Жел, это, Желание называется, Даниил. Ничего нет, это не откровение. Господь кого любит и называет его именем, избранным моим. Моисей кратчайший. А за Моисеем сколько висит? Когда он был на Синае, в это время подумали уходить. Уговаривают никого. Кто со мной Божьи? Левиты, замещи. И они в три тысячи зарезали по шатрам. Что там было-то? Когда фильм показывают, только стоит вот так головой. Моисей-то на молитве-то. Никто не уговаривал. С мечом и по палаткам. Кто хотел уходить обратно в Египет? Кто? Сразу двое-трое на него. Голова долой. Следующего. Весь стан на дыбы поднялся. Все. Противников больше нет. Идем дальше. Это мы привыкли так. Вот Бог уговаривает. Вот уговаривает. Никто не уговаривал. Уговоры кончились. Так что надо с радостью принимать, что Бог говорит. двигаться вперед и только со Христом. Только по заповеди. Ну что? Кого нет больше? Получается, еще уже вопрос, вопрос-ответ, можно сказать. Получается, вот этим постом и тем, что он победил дьявола, он прошел три искушения. Пересыщение, тщеславие и любостяжение, то есть, самые такие главные грехи. То есть, этим показал он, видимо, что, в первую очередь, постом мы должны преодолеть. так, я понимаю. А вы знаете как? Прочитайте у Достоевского, там написано, великий инквизитор, подробно три этих вопроса, в которые все вопросы в миры включаются. Он называет им мудрый дух, как отвечал это сатана. Прочитайте. И три слова Соловьева Владимира Сергеевича, три слова об антихристе. Там это затрогивает. Затрагивает. Так как есть, мы берем это, ничего не добавляя. Там разгадывать не надо. До конца разгадано не будет ничто. Поэтому даются листья, дерево для исцеления в раю. Какое исцеление, когда болезни нет? Это тончайшее разумение тайн, которые были на земле, которые никто не мог до конца разгадать. Вот как толкуется. Благодарю, отошел. Аллилуйя. Тончайшие листья, дерево для исцеления. Исцеление. Мы же мучаемся. Я не могу понять. Не могу. И вдруг тебе дали, ты понял, тебе это лекарство как бы дали. Но 130-й псалом мы считаем. Давид говорит, я не входил в великое, для меня недосягаемое. Не смиряли души мои, как дитя, отнято от груди. Не понятно, не понятно. Ну и не надо. Обойдемся. Без этого я спасаюсь. На спасение мне не влияет. Знаю я или не знаю. Оно просто показано событие. Нужно научиться себя смирять. На меня сегодня тут наседали некоторые. А где Христос был там с 14 лет до 25? Ну что попало? Нам не надо это знать. Где Христос был с 12 лет до 30? Где в доме отца? Отец плотищил, и он, видимо, плотищил. Ну, так, слушаю. Говорят, что у нас через 15 дней или 15 сколько, начнут издавать уже, печатать книги. Так что не забывайте ежедневно молитесь. Кто-то что выбирайте, Игнат Тихонович. Давайте. Выбирайте. Так. На молитву? Да, 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 да. Хорошо. Я сейчас схожу. Так. А вот я не знаю, можно, нет, не скажут, нельзя. Гарик, Симоньян. На месте, Игнат Тихонович. Есть? Есть. Ну, тут про поют, я не знаю, что хандаканы поют или достойно, и после этого совершите краткую молитву, закончим ее словословием Святой Троицы, и громко, ясно произнесите слово Аминь. И кто скажет Аминь, молитва делается ему принадлежащей. Во имя Отца и Сына себя и Духами. Достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херургим, и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господь и Бог наш Иисус Христос, благодарим Тебя за этот дивный день, за эту возможность собраться тут и изучать слово Твое, по которым Ты будешь судить нас. Укрепи нас в слове Твоем, во исполнение всех Твоих святых заповедей. Да будет всегда и во всем святая Твоя воля. Тебе слава, честь и поклонение безначальным Отцом и Святым Духом. Аминь. 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 Слава Христу. Аминь. 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 Аминь.